А перед началом ролика хотел бы попросить вас досмотреть это видео от начала до конца, потому что материал очень хороший, я показал зимнюю сборку, сходил на ВЧ, сервер я снимал на протяжении двух дней, поэтому советую реально всем посмотреть, я показал пару плюшек из своей зимней сборки, я очень стравился, поэтому надеюсь на вашу поддержку, желаю вам приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в химиналочку на сером озен холиплей, первый сервис Кирилл Путбуль, не забывайте вводить мой ник при эстрации, и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм, и про достижение 5 уровня получите 50 тысяч, про достижение 10 уровня получите 100 тысяч, то есть в общей сумме вы получите 150 тысяч, промокод можно вводить, если что, на любом сервере в мазен холиплей. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас будет такая ностальгия, я бы так сказал даже, сегодня мы пойдем на ВЧ, пацаны, сегодня будет такая ностальгия, потому что я давно не ходил на ВЧ, ну как давно, я вчера ходил на ВЧ с пацанами, и мы просто выносили все ВЧ, весь склад там и так далее, сразу скажу, что я рак полный, и если меня сольют за секунду, то это совершенно нормально, я не тащер, я не охуенно стреляю, я просто умею стрелять, ну такой себе, знаете, что умею, что не умею, но все равно попробуем затащить там, убить кого-то и так далее. С вас, пацаны, обязательно лайки, я сейчас заеду, так сказать, в особняк, возьму вертолет, вот мы полетим в Южный, купим броник, и потом уже полетим на военную базу, и будем фулиться, в принципе, на складе, я думаю, это будет довольно-таки круто, повторюсь, с вас обязательно лайки, и погнали! Кто, кстати, помнит, здесь Риги, когда я ходил на военную базу, то обязательно ставьте лайки, вот мы сейчас с пацанами немного патрончиков поворвали, там сделали три ходки, и, в принципе, пока что патроны есть, дерево есть, а металла у нас всего лишь восемь, но у меня на руках есть, по-моему, и патроны, и металл, и дерево, поэтому сейчас мы все сделаем. Так, вот у нас здесь как показано, у меня 600 патронов, 59 металла и дерева, 158, я думаю, этого вполне хватит, все, я делаю сейчас додиггл, шотган и летим за броником. Все, пацаны, я сделал шотган, получается, сделал диггл, и все у нас, я думаю, будет заебись. Все, беру вертолет, чтобы нам было проще долететь до склада, сначала броник, повторюсь, покупаем, ну, на всякий случай, мало ли что, тем более, с броником будет, знаете, как-то полегче, и больше шансов, что я сразу не сольюсь. Ну что ж, вот я прилетел, в принципе, в магазин оружия, давайте, нам нужен только броник, потому что оружие здесь, довольно-таки, не очень прикольное, поэтому берем броник, он стоит 15 тысяч, кстати, сюда добавили банкомат, и возле больницы тоже добавили банкомат, это довольно-таки прикольно, вот за это реально разработчикам респект, потому что, ну, не хватало этого. Так, я уже полетаю до военной базы, давайте я клист сделаю, как у военных, клист, и давайте выберем военную часть, вот випка, это, пацаны, плюс, реально, можно клист поменять, ну, чтобы они, там, может, думали, что это я свой, и так далее. Так, давайте приземляться, какой-то чувак бежит, в принципе, сейчас надо будет его либо убивать, либо не знать, что с ним делать. Так, это кто бежит? Это у нас бежит какой-то вояка, да? Пусть бежит отсюда, в принципе. Так, погнали на клад, уже будем чистить клад, потому что нам нужны патрончики, это самое главное. Так, у нас тут вояка, твой или нет? Так, это кто? Я просто не знаю, это свой? Так, это свой или нет, я не понимаю. Так, все, мы на складе, давайте пишем FPS лимит 90, чтобы быстрее патрончики у нас были. Вроде бы это не вояка или нет, я не вижу, тут есть, типа, вояка, не вояка, военный билет есть, годы проживания 6. Эммм... Ара! Ёб твою мать! Ара, ты че? В чем было интересно на НРП? Да уж, конечно. Захват в ИЧе от 4-х человек? Ну, такое, конечно, вообще, реально такое. Каких пор захват в ИЧе от 4-х человек? Реально, я просто в ахуе, серьезно. Еще штрафанули меня, получается, на 40 тысяч, просто замечательно, реально, просто ахуенно. Ну что ж, я продолжаю снимать уже на следующий день, сейчас порешаем пару важных делишек, ну и расскажу насчет моей зимней сборки, пацаны, вот такой скин вузи, мне очень нравится. Также будет гангпак заменен на новогодний, ну, вот видите, пушка здесь есть, в принципе, очень даже классно выглядит, ну, все оружие будет заменено, если что, оно уже заменено, я даже раздалил свою сборку на Яндекс.Диск на всякий случай, поэтому я не знаю, когда ее солью, пацаны, заменено пару машин еще в автосалоне, физика зимняя, кстати, кто еще не установил, можете устанавливать видео, есть на канале, там, 2 минуты у вас займет это максимум, плюс еще интерфейс я изменил, видите, такой новогодний, в принципе, давайте возьмем патрончиков, я сделаю себе немножко, так, взять, патроны, и давайте возьмем 200 патронов, я думаю, нам вполне себе хватит, потом пишем маг и гун, дигла сделаем 100, и сделаем боевой дробовик, а у нас металла не хватает, ну, ладно, там пусть дигл просто будет на всякий случай, вот он, кстати, прикольно выглядит, давайте я сейчас анимку включу, аним 5, он, кстати, вот прикольный такой новогодний, он мне нравится такой, я хотел сампа поставить, я его и ставил сампа, но сампа, он, знаете, какой-то корявый, поэтому я поставил с кабиналочки вот такой вот новогодний гангпак, мне кажется, вообще будет по кайфу просто, пацаны, поэтому ставьте лайк, если ждете зимнюю сборку, что я буду делать, сейчас нужно будет завести бизнес-продукты, потом нужно сейчас бутачку слить, одну Фомы, потому что денег нету, и там уже через 9 дней, короче, Фома может слететь, поэтому надо бабки, у меня есть в банке там деньги, но довольно-таки их мало, там на конкурсе 10 миллионов, и моих денег там осталось 1800, нужно будет за все оплатить, ну и, в принципе, может быть, еще что-то вам покажу из зимней сборки. Вот эта машина, которую нужно будет слить, в принципе, она стоит 900 тысяч в автосалоне, это, если что, саванна, но в новом атаке, когда он выйдет, это будет вот такая вот BMW, если что, для тех, кто не знал, пишем F-меню, потом управление транспортом, список машин, и вот это BMW 750, так, и нажимаем продать. Все, она продалась, и деньги нам засечились, в принципе, в общак, 630 тысяч. Передвигаться мы сегодня будем на вот этом, красавца, но потом возьмем, конечно же, машину разводчика продуктов, чтобы привезти продукты в бизнес, потому что, кто не знает, я 1 числа буду ехать в Киев, другу, у него будет присяга там, и так далее, поэтому нужно все оплатить, все сделать, чтобы, если у меня даже долго не будет, чтобы ничего не слетело, и все было нормально. Я то загрузил, в принципе, на Яндекс.Диск свою сборку, как бы, да, ну, не полностью, там загрузил, самое ценное, там, модпак я загрузил, а интерфейс я потом, в принципе, загружу, зимняя физика, повторюсь, есть на канале видео, можете уже установить, кому нужно. Ну, а так, может быть, что-то еще добавлю, я просто захоронил, там, меня чувак попросил один скинуть, ютубер, бурсач, я ему скинул, но можете ему не писать, он не будет вам скидывать его. И, короче, я еще не все это делал, у кого есть, кстати, что-то, какие-то моды зимние, которые подают для КРМП, интересно, то можете писать мне в ЛС. Я с радостью что-то бы взял в свою сборку, потому что, ну, я искал, но много для КРМП не найдешь. В САМПе просто дохущая мода всяких, и сборку в САМПе много проще сделать, чем в КРМП. Как бы, я вон даже в ютубе забивал, вообще сборок толком даже нету, криминалки зимней. Но будет моя, пацан, сборка специально для Амазинга РП, не для других сервов, а именно для Амазинга. Ну что ж, вот мы уже и в банке, давайте я сейчас оплачу все свои налоги, которые у меня есть. Так, оплачиваем, за бизнес оплачиваем. Кстати, классно, что брали, типа, что они должны часто отыграть, чтобы оплатить свой бизнес, потому что это реально был бред. Так, я оплачивал, блин, понимаете, за особняк нужно оплатить 20 тысяч в день. Мэр реально охренел. Мэр области, как бы, это он ставит такие цены. 20 тысяч оплата в день, это понимаете? Это 10 дней получается, не, 5 дней получается 100 тысяч, это пиздец. Понимаете, 5 дней 100 тысяч, это месяц выходит 1500. Это просто ебануться, как по мне, сильно дорого. Так, теперь нужно пополнить баланс бизнеса. Так, давайте положим туда, ну, тысяч, я думаю, 60. Я думаю, хватит вполне 1060. Так, у нас баланс получается, видите, вот все мои деньги, пацаны. 10 миллионов это на конкурс, 900 тысяч это уже мои. Так, назад, давайте снять. Давайте снимем, ну, тысяч 40, я думаю, хватит вполне. И теперь можем ехать, устраиваться нужно, устроиться на работу вот этого разводчика в администрации области. Сейчас мы этим, я думаю, займемся. Я взял монстра, чтобы на нем быстро переливаться по полям там и так далее. И чисто чилим, пацаны, по полям и все заебись. Еще, пацаны, я заменил, короче, скин рыжика. Видите, вон у чувака скин такой смешной просто. Теперь рыжик там такой, знаете, самый такой бещевый. Ну, рыжик, я думаю, все понимают. Теперь это Дед Мороз, пацаны. Реально, это очень классно. Я думаю, вам зимняя сборка очень понравится. Ну, у нас, можно сказать, новогодняя сборка. Ну, в принципе, не важно, я думаю. И так понятно. Реально будет прикольно. Там скины некоторые заменил. На зимний вот вузик заменил. Там еще два скина зимних сделал. И рыжиков заменил на, типа, там, печеньку. Ну, типа, новогоднюю печеньку. Там, эльфа, Деда Мороза и так далее. Я думаю, это очень будет круто и атмосферно. Тем более, перед Новым Годом. Ну, что ж, вот я приехал, в принципе, получается, вот в администрацию области. И давайте устроимся на работу разводчика, чтобы завести в бизнес продукты. Убираем дальнобой, крылыш продуктов. Пятого урона его сделали, лол. Он же, по-моему, был с восьмого, либо с десятого уровня. Ну, такое. Ну, ладно, давайте устроимся. Видите, работы, походу, типа, пофиксите. Типа, они теперь с меньшего уровня работают. О, смотрите, еще такой такой скин, короче, рыжик. А, смотрите, это пиздец просто. Это просто пиздец. Просто ждите сборку. Вам очень понравится, мне кажется. Я реально делаю под себя, грубо говоря. Но, мне кажется, наши вкусы совпадают. Поэтому, я думаю, вам по-любому понравится сборочка. Прямо реально будет по кайфу. Я вот играю уже второй день, и мне реально все нравится. В принципе, никаких нету варнингов, ни краши, ничего. Все довольно-таки нормально и стабильно работает. Ну, что ж, вот я и приехал. Я не знаю, сколько мне надо в бизнес товаров. Ну, 600 где-то, получается, 70. Нужно товаров мне завести в бизнес. Да, они здесь не будут, закончаются. На месяц хватает спокойно, пацаны. Может быть, даже больше. Финка, конечно, сейчас подупала, потому что я не так сильно занимаюсь бизнесом, как раньше. Так, давайте начальное, в принципе, убираем. Отлично. Аренда стоит 5 тысяч. Берем газельку. Сейчас едем, загружаемся. Хорошо, что у меня бизнес вообще очень рядом находится с развозкой продуктов. Да, и вообще в Арзамасе, ну, как бы, за Арзамасом находится база, где нужно брать продукты. А в Арзамасе, вот рядом возле моего бизнеса, находится аренда от этих машин и так далее. Ну, короче, вы поняли. Кстати, мне сборку помогал делать еще мой подписчик. Это Денис Маслюк, за что ему очень большое спасибо. Он мне скинул там пару моделей, которые я поставил в модпак. Он скинул мне там, ну, штук, наверное, 7. Ну, и 4 из них я, в принципе, использовал. Я, кстати, в конце видео вам покажу какую-то модельку, поэтому не переключайтесь. Ну, что ж, вот я подъехал к бизнесу. Пишем бусинес, потом выбираем автозакупка товаров. Включить. Так, вы включили. Окей, так, селл прот. Сколько там, 670, да? Все, теперь пишем обратно бусинес, автозакупка товаров. И выключаем, чтобы никто нам их не возил, чтобы прибыль шла именно мне. Ну, что ж, поехали теперь в автосалон. Кстати, вот спортзал, кто не в курсе. Вот, пишите GPS, потом, получается, бизнесы, спортзалы. И вот, мой первый спортзал, Титан Кирилл Гейм. Можете приезжать, качаться, покупать. В стиле боя и, в принципе, потом выносить всех кого угодно. Ах, да, еще я заменил пару скинов военных, они зимние. Заменил все скины в ДПС и в ППС, они тоже зимние. Поэтому, реально, кто во фракциях, там, ДПС, ППС. Вам реально будут по кайфу играть. Еще хочу заменить машину в ДПС. Ну, не знаю, я буду это делать или нет. Там есть камни, такая заснеженная. И, возможно, я ее поставлю. Но это еще не точно. Надо будет чекнуть ее ID. И потом уже через GTAG Reader заменить. Все, пишем, я думаю, UNRENT, в принципе. Потому что мы сейчас арендуем какую-то из машин. Не знаю, как вам показать. Приор, вы, в принципе, видели в моей группе официально. Если что, ссылка есть в описании. Подписывайтесь. Поэтому, давайте я вам покажу, наверное, сейчас что-то выберу и покажу, короче. Так, я взял машину. Сейчас, видите, что же это за машина. Как бы, сейчас объясню, почему это именно эта машина. Хотя, в автосалоне она будет подписана по-другому. В принципе, я заменил машину в автосалоне. Это, получается, ВАЗ-2105. То есть, пятерка. Но, я модельку поставил от семерки. Видите, какая заснеженная, короче. Семерочка в тонировочке. Есть один минус. Как бы, таких моделек три. То есть, три модельки заснеженные есть. А не, четыре. Четыре. Три из них не красятся. Одна из них не красятся. То есть, там есть у меня, получается, вот эта семерка. Получается, Шаха и Приора. Они не красятся. Они тупо будут черные. Но, зато, вон, такие вот заснеженные. Есть еще там Иш, в принципе, мясовоз. Или, как-то так он называется. Он тоже заснеженный, но он красится. Так, давайте заводим. В принципе, мне кажется, будет довольно-таки прикольно просто. Смотрите, реально смотрится довольно-таки классно. Давайте, может, даже вид от первого лица включим. Нихера себе у него вид от первого лица, пацаны. Вот это по кайфу вообще. Просто изи, пацаны. Реально, на ней можно постоянно ездить просто. Она реально прикольная такая. Она еще, видите, заснеженная. У него салон проработанный, видите. И вид от первого лица просто реально классный. Не, ну мне вот эта моделька очень нравится. Как бы я ее на ней ездил, но я от первого лица на ней не ездил. Магнитол у нас стоит, Пионер, получается. Блин, салончик еще такой прикольный, снег. Так, давайте я выключу вид от первого лица. Блин, реально по кайфу. Она еще такая проработанная, вам скажу. Видите. Да, она не красная, зато она будет и кого-то красивая, заснеженная. От первого лица можно ездить, спокойно будет. Реально классная моделька. Ну что ж, я думаю на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.